Медиаресурсы Это явное злоупотребление и цензура, введённая с 16 декабря 2022 года, когда комиссия по чрезвычайным ситуациям решила приостановить действие лицензий. На чём основано утверждение, что администратор компании Думитро Китурага связан с Шором? На чём это основано? Есть что-то в письменном виде, доказательства? Есть решение, которым установлены данные факты? Это утверждение без доказательной базы. Среди участников заседания комиссии по инвестициям Например, министр Дарин Ричан, министр экономического развития и цифровизации Думитро Алаба, министр инфраструктуры Андрей Спыну, руководитель агентства по инвестициям и службы информации и безопасности. Пятый канал направил запрос в эти учреждения, чтобы получить подтверждение, действительно ли их представители участвовали в заседании, а также попросил сообщить, во сколько оно началось, какие решения были приняты и какие аргументы послужили основанием для отзыва лицензии. Однако никто из ответственных лиц на наш запрос не ответил. Ранее, после заседания Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, на котором было принято решение о приостановке вещания Пятого канала, министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил нашему корреспонденту, что не участвовал в нем. Однако его имя в протоколе указано. Напомним, 20 марта Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения в качестве примитивной меры принял решение о приостановке действия разрешительных документов компании Media Content Distribution, владеющей телекомпанией «Канал-5» и радиостанцией «Маэстро-ФМ». В связи с этим Пятый канал неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес телеканала являются грубой ложью, лишены доказательств и законных оснований. Восемь ассоциаций действующих в области СМИ обратили внимание, что ранее были объявлены неконституционными юридические механизмы, предполагающие прекращение вещания в отсутствии решения суда. Исходя из этого, соответствующие ассоциации рекомендовали властям отказаться от подобной практики. Запрет на вещание Аризон ТВ и других пяти телеканалов осудили также ряд неправительственных организаций, в том числе Центр независимой журналистики, Ассоциация электронных СМИ и Центр АКЧС-Инфо, указавших на отсутствие аргументов и доказательств для принятия такого решения. Позже, в конце мая, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения лишил пять телеканалов лицензии на вещание, отозвав разрешительные документы. Это Примул Инмолдова, Акчен ТВ, Аризон ТВ, Канал 2 и Канал 3. Причиной было названо нарушение требования Совета о предоставлении полной информации. Отмечалось, что в пакете документов отсутствуют данные обо всех банковских счетах. Следует отметить, что Молдова опустилась на три позиции в рейтинге свободы прессы, составленной организацией «Репортеры без границ». Организация обращает внимание, что чрезвычайное положение, объявленное из-за войны в Украине, власти использовали для приостановки действия лицензий нескольких телеканалов накануне выборов в 2023 году, не обеспечив адекватной транспарентности мотивов такого решения.